Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем пресс-конференцию по итогам матча Северсталь-Спартак. Слово представляется тренеру команды гостей. Алексей Юрьевич, Ваш комментарий по игре? Ну, по игре, в принципе, тяжелая игра, но ребята молодцы, выполнили. Можно так сказать, игровое задание, сыграли правильно от этого результат. Спасибо за комментарий. Коллеги, прошу Ваши вопросы. Представляйтесь. Евгений Таркулец, Спартак-Экспресс. Матчи Северстали и Спартака называли одними из самых до серии еще результативных матчей. То, что мы увидели сегодня, это просто браво. Эта игра напомнила первый период этой игры, очень сильно напомнил первую игру серии в Москве. Спартак показал какие-то вообще сумасшедшие скорости. Была какая-то установка сделать результат в первом периоде? Да, не была установка сыграть правильно все 60 минут. Я еще раз говорю, ребята как бы выполнили игровое задание. Ясно, что мы играли в гостях, но вот и задача была начать концентрированно, не как мы начали предыдущую игру, но если помните. Поэтому еще раз говорю, что задача была играть первым номером. А не справились? Ну, результат, да, на лицо справились, конечно. Андрей Сенченко, я новый спорт. В предыдущей игре многое не залетело. Сегодня, можно сказать, реабилитировались из-за предыдущей игры, когда много было моментов, но не реализовались. Сегодня, наоборот, прям 7 голов. Это, по-моему, первый раз встали спортакам в плейер в одном матче. Ну, мы говорили с ребятами, поговорили после предыдущей игры, что не было той злости, не было, знаете, как говорится, жадности на голы. То есть, много играли по периметру, не было поддержки. Но вот сегодня ребята молодцы. Все, как бы, все нападающие стремились забить. Была видна агрессия, и, как бы, создавали моменты, и лезли на ворота. Поэтому от этого, как бы, 7 голов. Сегодня мы увидели то, чего не было в двух предыдущих играх. Результат сделали не только на первой зло, да, но и остальные сочетания. Вот несколько слов об этом. Да нет, но все молодцы, знаете, как побеждает и проигрывает команду, правильно? Ну, поэтому ясно, что от каждого зависит результат, и игроки у нас понимают это прекрасно. Не в зависимости, сколько ты находишься на льду, но ты можешь решить исход матча. Ну, вот, как в положительную сторону, так и в отрицательную. Поэтому я думаю, что сегодня просто все молодцы, сыграли здорово. Поэтому на том, в следующей игре никто не говорит, что будет легко дальше. Михаил Мальцева поставили левом крайнем фуре, да, мы же пробовали, по ходу сезона, этот способ. Да, вот, как вообще решили на этот матч выйти, это именно с таким сочетанием. И вы довольны тем, что вы увидели. Вы, точнее, увидели ли вы то, что хотели увидеть? Ну, я думаю, да. То, что хотели, мы увидели. В принципе, Миша играл и крайнего нападающего, и несколько раз мы пробовали. Уже по ходу регулярки, чуть-чуть в плей-оффе. Ну, вот, а сегодня решили, как бы, чтобы он играл с фланга. Я знаю, что он и в Айчел, и в НХЛ играл с фланга. Поэтому у него есть опыт. Ну, вот, и я думаю, что это, в принципе, передвижение сегодня все оправдали. Ну, вот, если не секрет, на чем основывалось это решение? Вы же не просто такого гоните, правильно? Ну, просто решили так сделать, попробовать. Я вам сейчас скажу. Ну, а, в принципе, и Цыплаков, и Мальцев два агрессивных, можно сказать так, форварда. Поэтому решили попробовать эту связку вместе. Плюс Локтионов. Нельзя, наверное, не выделить болельщиков, которых сегодня еще много приехало. Вот пару слов про них. Ну, приятно. Я думаю, что эти болельщики в любом, как бы, городе, куда мы приезжали, они всегда с нами, нас поддерживают. Конечно, чувствуется их поддержка. Огромное им за это спасибо. Все равно играть на выезде и слышать наших болельщиков очень приятно всегда. Поэтому я думаю, что все игроки с этим всегда соглашаются. И поэтому очень приятно. Спасибо им большое. Наверное, и всем болельщикам, которые переживали и болели сегодня за нас. Спасибо. А будут ли еще вопросы? Вопросов ряд с победой. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok